Всем привет! Меня зовут Роман. Там будет слайд про меня, если вы вдруг в нетерпении узнаете о меня подольше, вы узнаете. Сегодня поговорим о том, как, будучи журналистом, можно отвоевать себе место на YouTube у блогеров. Почему YouTube? Потому что говорить о журналистике в Instagram и Twitter, например, наверное, больше юмористический жанр. Поэтому, в первую очередь, будем говорить о YouTube как платформе. И как, на самом деле, месте для реализации своих амбиций журналистских и месте для работы. Потому что я там последние шесть лет, можно сказать, работаю на YouTube. И в целом, как видите, денег на пиджак хватает. Так что можно найти себе применение. Об этом сегодня будем говорить. Погнали! Вот, я обещал о себе рассказать поподробнее. Я уже 16 лет занимаюсь журналистикой. Я работал в печатных СМИ, в деловых в основном. Я был главным редактором, редактором деловых СМИ. Шесть лет я занимаюсь тем, что торгую лицом на YouTube. И в целом, это мне очень нравится. Поэтому из печатных СМИ я полностью ушел. Раньше писал много статей. Для блогов, для журналов, для изданий. Сейчас только YouTube, только видеоформат. Шесть лет уже я там. И за это суммарное время около тысячи... Более тысячи интервью я взял. Сейчас основное место применения моих, видимо, талантов. Это French TV, это канал на YouTube. У нас пока немного подписчиков. 44 тысячи, но мы как-то быстро так растем. Еще полгода назад было 14. В последнее время в основном делаем как раз интервью. То есть это как раз вот именно журналистский жанр, который сейчас особенно, на него есть спрос. Много с кем общаемся. В основном сейчас делаем интервью только самыми топовыми ребятами. Самыми известными предпринимателями, представителями шоу-бизнеса. Некоторые только ребята из нашего почетного списка. Дима Дубилет, Монобанк, бывший IT-директор Привата. Ицхак Пентасевич, знаменитый бизнес-спикер. Дима Протнягин, знаете? Да. Хорошо. Антон Лирник, то есть мы от предпринимателей постепенно как бы расширяем аудиторию. Comedy Club, дуэт имени Чехова, тоже было интервью недавно. А Антолий Анатольевич, наш коллега, делает свой канал, об этом еще поговорим. С ним у нас тоже есть классное интервью. Макс Батарев, самый востребованный бизнес-спикер. Сейчас на территории СНГ. Когда приезжал в Киев, сделали с ним интервью. Его с кейс будем рассматривать тоже. Леша Дурнев, здесь он такой еще пухленький. Сейчас он такой подсушился немножко, теннисом занимается. С ним классное интервью, самое популярное на нашем канале. Без единой копейки 300 тысяч просмотров. И Федор Овчинников, Dodo Pizza, в 10 странах сейчас развивает сеть пиццерий. Конечно же, это не все. То есть это просто вот выбрал случайных людей. Вообще, пост на интервью сейчас колоссальный. То есть все, конечно, началось с появления в Дудя, который просто этот жанр на Ютьюбе перезапустил. Понятно, что не он придумал жанр интервью. И не только он умеет делать хорошее интервью. Я уверен, у вас тоже получится сделать не хуже со временем. Просто он как бы притянул на Ютьюб больше взрослой аудитории. После этого, конечно же, очень многие занялись именно интервью на Ютьюбе. Но если говорить не в целом о рынке СНГ, русско-украинско-говорящем, а только об Украине, то у нас каналов именно таких раскрученных значительно меньше. Но, собственно, три основных. Это The Interviewer, у него сейчас 96 тысяч подписчиков. Это French TV, наш канал, у нас 44. И Big Money, Евгения Черняка. Он недавно начал, у него уже 27 тысяч подписчиков. Почему выбрал только этих трех? Конечно, каналов с интервью очень много. Вот у нас есть Полина, у нее тоже подписывайтесь все на ее канал. Интервью с девочками, какими-то там успешными девочками. Но пока мало подписчиков, поэтому извини, Полина, немножко позже, через годик. Включим, да, в презентацию. Первые два канала, наш и Толика, это каналы, созданные как раз журналистами. То есть людьми, которые давно в этой профессии. То есть он на радио, на телевидении, мы в прессе и так далее, в интернете присутствовали. Но это именно журналистский подход, и это чувствуется, я надеюсь. Канал Черняка, он не журналист, и иногда это чувствуется очень хорошо. Но он, в принципе, за счет своего опыта, какой-то такой харизмы, многим, видимо, приятной, не мне, в принципе, тоже делает довольно достойный продукт. Кто смотрит в Дудя? Все смотрят, да? Ну вы, как журналисты, должны, мне кажется, это делать. Самый раскрученный проект. Ну и теперь на French TV, естественно, да, вы будете все подписаны. И, собственно, для этого зарабатывать на YouTube подписчиков очень сложно. Нужно читать лекции в лет. То есть вы готовитесь стать журналистами. Я думаю, большинство, там, ну 50% из вас будут заниматься этим даже. Традиционно это что? Это пресса, это интернет-издание, радио, ну и телевидение, если кому-то повезет. Но теперь появился еще YouTube как платформа, и он достаточно быстро развивается и получает взрослую аудиторию, интересную как раз для того, чтобы применять свои профессиональные навыки. И туда идут, соответственно, журналисты, потому что контента нет, контента мало. Взрослого контента, я сейчас про взрослый, вы не понимаете, говорю не то, что вы думаете, а вот как бы взрослые, то есть то, что смотрят просто умные люди, думающие. Скажем так, от 23, когда там думать люди начинают, я не знаю. То есть таких людей становится все больше, и это происходит вот прямо сейчас. Ну мы это называем смарт-аудитория, то есть люди, которые устали смотреть телевизор, ну или не хотят, или просто отвыкли, ну хотят, чтобы какой-то потреблять контент. Раньше его не было на YouTube, и он появился вот буквально, там год-полтора назад начал появляться. Но я не назову это революцией, но это микро такая революция на YouTube в плане именно аудитории, в плане контента. Немножко статистики. YouTube это поисковая платформа номер 2 после Google. Иногда проще просто посмотреть, чем почитать, бегут сразу в YouTube. Колоссальный трафик именно поисковый. Понятно, что это World Wide история, то есть там уже 88 стран, 76 языков, но это все растет, поэтому уже там через, может быть, день, это будет неактуальная цифра, полтора миллиарда пользователей, то есть там каждый, условно, пятый житель Земли смотрит регулярно или смотрел YouTube. 400 часов контента загружается каждую минуту, то есть мы вот 10 минут уже рассказываем, уже 4000 часов туда улетело, то есть человек, у него нет столько времени в жизни, чтобы пересмотреть хотя бы то, что загружено будет там на YouTube за месяц. И 40 минут на зрителя в день, то есть средний пользователь YouTube тратит в день 40 минут, то есть это телевизор уже. Спонсор этого слайда, Air Academy, именно у них я взял эту статистику. Крутые ребята из YouTube, я у них проходил курс. Все знают этого молодого человека, да, я надеюсь? Очень плохо, потому что зачем он вам нужен? Это Иван Гай, человек с 12, по-моему, миллионами подписчиков. Сейчас уже ничего не снимает, но на его примере просто проще показать, какой путь проходит создатель контента на YouTube сейчас. То есть он от блогера с взрослением аудитории идет к журналистам, собственно, потому что появляется на YouTube больше профессиональных креаторов, создателей контента, качество контента тоже растет, очевидно. То есть это как бы взаимосвязанный процесс, то есть больше взрослых людей, которые хотят качественный контент как альтернатива телевизору, и больше, соответственно, людей, которые готовы это предложить. Раз у нас лекция называется «Блогеры против журналистов», посмотрим на их краткий такой сравнительный анализ в моей редакции. Для начала оценим предложение. Понятно, что блогеров сейчас супер... Все блогеры, да, то есть я уверен, здесь тоже все блогеры. И понятно, что в этом плане журналисты чувствуют сейчас пока некую... Ну, и так всегда, наверное, будет, но слишком мало журналистов на YouTube, которые готовы делать качественный регулярный контент. И, соответственно, спрос с учетом того, что туда приходит взрослая аудитория, которой можно там предлагать свои товары, то есть для рекламодателей это интересно, туда хотят все больше журналистов, в отличие, например, от блогеров, потому что никто не ищет блогеров, да. Блогерам стать несложно, а вот журналистам гораздо сложнее. Вы тут для этого сколько тут, пять или шесть лет сейчас учатся? Четыре уже, да, нормально. Поэтому спрос сейчас именно со стороны работодателей на журналистов для социальных сетей и, в первую очередь, для YouTube растет прям каждый день. То есть вы уже можете отслеживать там заявки, я сейчас покажу, не заявки, точнее, вакансии на сайтах по работе. Вот, просто набил на одном сайте, посвященном работе, YouTube. Да, объявлений сейчас крайне мало, но они уже появляются. Еще год назад не было людей, которые хотят нанять кого-то для работы на YouTube. Здесь ищут за зарплату в 15 тысяч гривен ведущего вебинаров, то есть ведущего для канала. Только другого вообще не было вообще. То есть уже есть работа для журналистов на YouTube. И понятно, что в первую очередь интересуют профессиональные навыки, то есть журналистки. Так, давайте поговорим об особенностях журналистики на YouTube. Она есть. Конечно, она очень похожа на телевизионную, да, но все-таки есть именно нюансы журналистики именно на YouTube. К этому нужно быть готовым, что вы постоянно в кадре, и вам помимо общения со своим спикером, вам нужно следить за тем, как вы выглядите, как вы сидите, как вы говорите, потому что если это печатная сми, это все можно там заменить, отредактировать, поменять, когда ты в кадре, да, то все. То есть здесь нужно быть еще некоторые одновременно машину ведут. И, видимо, шутят о чем-то. То есть как бы нужно сразу кучу процессов. Мы об этом еще поговорим, но иметь в виду, что журналистика на YouTube, она развивает, не знаю, запараллельность процессов. Или вы можете быть не в кадре на самом деле, потому что вот мы часто используем этот подход, когда я как интервьюер сижу за пределами кадра, и у нас только спикер в кадре. Вы же не обязательно будете ведущим, да, то есть не все хотят и не всем смогут, наверное. Вы можете для ведущего готовить вопросы как журналист, быть редактором на канале, то есть быть таким бэк-офисом, но необходимым бэк-офисом, потому что на качественном YouTube-канале всегда должен быть коллектив, а не один человек ведущий. Еще одна из особенностей, это техническая вещь, но нужно понимать, что как вы должны следить за тем, как вы выглядите в кадре, так и ваш спикер. Вы должны убедиться в том, что ваш герой, ваш герой вашего сюжета или интервью, он тоже должен выглядеть в кадре достойно. И как один из элементов, естественно, это не самое главное, поддержка зрительного контакта. Вот Леша Дунев, я сделал большую ошибку, потому что на старее лежал спиннер, и он постоянно его крутил. Я понимаю, что это будет выглядеть плохо, потому что человек, который смотрит в пол, это человек, который засыпает. То есть он постепенно вот с этим спиннером, и все, он загипотезирован и уходит. Я у него отобрал потом, ну и дальше все было хорошо. Но в целом вам нужно стараться думать не только о себе, как вы выглядите, а как выглядит спикер, поддерживает ли он с вами зрительный контакт, нет ли у него на лице, не знаю, там прыща какого-то, которое надо замазать. Ну то есть что-то такое, мелочь, на которую постоянно будут потом обращать внимание. То есть вот об этом речь. Технически, конечно же, YouTube, он сложнее, чем работа в интернет-изданиях, в прессе, на радио, потому что здесь больше технических нюансов. Это наша студия, здесь и свет, и несколько камер, и звук, естественно, микрофоны. За этим всем журналист, на самом деле, должен тоже следить. То есть понятно, что часто работа журналиста, это работа в команде, об этом поговорим тоже. Но понятно, что вы должны разбираться во всем буквально, друзья, к сожалению или к счастью. Потому что, если вдруг что-то пойдет не так, вам нужно понимать, как это исправить. Как и на телевидении, как и там, не знаю, в производстве кино, особенности работы журналиста на YouTube, это постоянные дубли и пересъемка. Потому что бывает брак по звуку, по картинке, еще о чем-то. Нужно переделать. То есть это занимает больше времени, это не редактируется так легко, как это можно слово изменить в тексте. Это совсем другое. Пересъемка удлиняет процесс. Как и в телевидении, на YouTube принято снимать в разных локациях. То есть во время одного интервью вы можете побывать сразу в нескольких местах. То есть это, опять же, усложняет процесс. Я на примере одного нашего интервью просто покажу. Это было интервью, собственно, с Максимом Батарем. Он прилетел в Киев на тренинг. Мы записали, я вез его просто на машине из точки А, где я его забрал, в точку Б, к Ицхаку Пентасевичу, навстречу. И за это время мы записали, у нас было где-то минут 40, классное интервью. При этом нам пришлось поездить на машине, походить, побывать, собственно, внутри помещения. То есть это разные локации и разные условия съемки и разные подходы к интервью, на самом деле. На следующий день мы еще подзаписали Макса на его выступлении. И я еще записал свою вводную часть в студии. То есть 5 локаций для одного интервью. Может быть и больше, может быть и меньше, конечно. Но нужно понимать, что это разные просто, еще раз, подходы к съемке. То есть она сложнее. И в связи с этим вам нужно быть, конечно, универсальным солдатом, потому что разные бывают ситуации. Бывает у меня такое, что я снимаю интервью сам. Вообще, то есть нет больше никого. Это интервью с Антоном Лирником. В этой комнате нахожусь только я, Антон, и человек, который сейчас снимает этот кадр. Влад, привет тебе, если смотришь. Но он не участвовал в съемке. Он просто, ну, как бы, саппорт такой оказывал. Вот бэкстейдж снимал. Я это показываю не для того, чтобы я хочу похвастаться. Это тоже, конечно. Но просто показать, как можно делать интервью. Зачем нужно следить? Зачем нужно следить, делая вот такое интервью? У тебя есть камера номер один. У тебя есть камера номер два. Они там вместе на одном штативе стоят. Это общие планы. У тебя есть камера номер три, которую нужно регулировать. Потому что Антон постоянно то вперед, то назад. Это крупный план там был. У нас еще был свет. Ну, за ним особо следить не надо. Главное, чтобы он работал. Но свет, например, дневной. Вот мы жалюзи здесь закрыли. Потому что дневной свет тоже вносит свои коррективы в освещение. Постоянно меняющиеся. За светом следить. За звуком. Здесь не видно, но у меня наушник. Я мониторю. Потому что вот я себе напоминалочку оставил. Я делал перед этим интервью с Сергеем Долей. Это известный фотоблогер. И я мониторил звук. У него была радиопетличка. И в какой-то момент времени я услышал чужие голоса на его дорожке. И я понимаю, что если бы я звук не мониторил, это был бы полный брак. То есть это интервью с чужими голосами. Просто в радиоэфир влез какой-то там, не знаю, там мобильный телефон. Не знаю, что. Радио какое-то. Такое бывает. Поэтому нужно мониторить. Видите, сколько процессов одновременно? Рекордер. Это, собственно, записывает звук. Но надо смотреть, чтобы он работал. Записывал что-то, кстати. Да, пишет. И вопросы, конечно, нужно задавать. И с этим, кстати, связана одна история. Вот я тоже напоминалочку оставил. Сохранять дубль вопросов. Потому что когда я пришел на интервью, так оказалось, что у меня вопросы... Я в заметках пишу всегда вопросы на айфоне. Так получилось, что на айфоне у меня вопросы были удалены. Я, конечно, был в совершеннейшем ступоре. Потому что я понимал, что мы там очень много заготовили. Я не смогу это из головы взять снова. Ну, он такой, ну, давай типа с чистого листа. Я говорю, как? То есть там столько было заготовлено. Невозможно вспомнить было бы. Но, к счастью, я вспомнил, что у меня на ноутбуке тоже есть эта копия. Она не была еще синхронизирована по iCloud. Я достал быстро ноутбук. Убедился, что Wi-Fi отключен. Все нормально. Ну, и, конечно, нужно следить за спикером. То есть видите, сколько зон ответственности у журналиста может быть на YouTube. Конечно, многие эти зоны должны, это плохой случай, когда я так делаю. То есть один человек отвечает за все, это неправильно. Но это возможно. Интервью хорошее в итоге получилось, можете посмотреть. Конечно, за эти все отрасли, скажем так, за эти приборы, за эту технику должны отвечать разные люди. Я надеюсь, что вы все-таки будете работать в команде. У вас будут люди, которые будут снимать. То есть операторы, звуковики, ну и потом, естественно, монтажеры и так далее. Но если у вас во время съемочного процесса нет лидера в команде, им должен стать журналист, друзья. Потому что он должен руководить операторами, звуковиками, если там есть свето, свидетелями и так далее. Конечно, результат зависит только от журналиста. Не от оператора. Журналист выступает на YouTube в роли такого режиссера, по сути. Это его ответственность. Выбор локации для интервью. Есть такой фотограф известный, Илья Ноди. Он, кстати, автор вот этой вот фотографии. Он приезжал, снял нас для одного проекта. Илья снимает людей в их локациях. То есть он снимает там, не знаю, там музыкантов в студиях. Почему он так делает? Потому что когда ты видишь человека в окружении, понятном и приятном для него. Ну вот, например, здесь. Кто это, как вам кажется? Бармен. Естественно, потому что он стоит за барной стойкой. Все понятно. Люди начинают рассматривать. Кто-то смотрит на бутылки. Кто-то смотрит на кофейную машину. Тут куча деталей. И человек там, уже сразу понятно, кто он. А если бы эта фотография была снята вот так? Как вам кажется? Вам было бы понятно, что это бармен? У него была бы какая-то история? Кто это? Где он? И, соответственно, желательно спикеров снимать в приятной и понятной им, на рабочем месте, короче, атмосфере. Вот мы, например, должны были вчера снимать Дизеля из Грингрея. Кто-то знает Дизеля из Грингрея? Группу Грингрей кто-то знает? В основном можно так проверить, старперты или нет. Но ей 25 лет, действительно. Короче, этот чувак-музыкант. Должны были снимать в студии, но в студии выключился свет. И он говорит, ну давайте там типа на улице снимем. Я говорю, в смысле на улице? На лавочке? Это не интервью. Это вот было бы вот такое примерно. Мы должны снимать там, где он работает, там, где его атмосфера. Вот мы, например, снимали Руслан Квинта, музыкальный продюсер, композитор, работал много с Софией Ротарой, с кучей известных исполнителей. Мы снимали у него в студии. Сразу видно техника стоит, компьютер, там гитара где-то еще. И сразу понятно, чем человек занимается, ему комфортно находиться в своей зоне. Вот Юра Белонощенко, у него офис красивый, он занимается центрами детского развития. У него классный офис, мы там походили, там куча деталей, куча атмосферы. Или вот, например, Дима Верховецкий, Барбершоп и Фриза. И если бы мы снимали это в студии, мы бы не узнали, что у него весь этот Барбершоп пропитан просто какими-то историями. Например, он использует подходы к дизайну помещения из комиксов. То есть он читает комиксы, видит там какие-то детали, вот там камин, там где-то шахматы из Гарри Поттера. То есть куча всего. Мы бы, если бы снимали в студии, мы бы этого не узнали. Или узнали бы, но это было не настолько ярко. То есть локация играет роль, она может создать интервью на самом деле. Съемка на улице сразу увеличивает вероятность факапов в минимум 4 раза. Я насчитал 4, конечно, может быть и значительно больше. Во-первых, свет, он может гулять, он может изменяться. И нужно быть профессионалом, чтобы компенсировать эти изменения и сделать в итоге красивую картинку. Это шум, конечно, проезжающие машины, люди какие-то говорящие рядом. То есть это отличает съемка на улице. Когда ты снимаешь трясущимися руками, это один момент, когда у тебя профессиональная техника, стабилизация электронная и так далее. Это другая история. Ну и, конечно же, неожиданные люди, которые появляются в кадре и могут вам просто задержать вас на пути к вашей цели, записать хорошее интервью, вмешаться в него и так далее. Это все ведет к пересъему. Поэтому, выбирая съемку на улице, вы должны понимать, что это должна быть очень подготовленная команда. И вы, как журналист, должны быть готовы ко всему. Рекомендую, разумеется, приходить на место съемки заранее. Вот эта локация, это ресторан «Довер-стрит». Там мы снимали на прошлой неделе Владимира Горянского. Это заслуженный артист Украины, народный, известный актер, театр, кино, в сериалах снимается. И мы приехали к нему в ресторан, это его ресторан, за час. И мы все это время использовали для подготовки. Мы выбирали локацию, мы ставили свет, потом оказалось, что там из окна нам свет не нужен. И нам потребовалось на это час. Я рекомендую хотя бы за 30 минут до интервью приходить, потому что, каким вы не были суперпрофессионалами, даже у нас развернуть съемочное оборудование меньше, чем за 15 минут не получается. Поэтому полчаса как минимум, и тогда уже ваш спикер будет во всей красе, и все будет хорошо. То есть не будут спешки. То есть отличие, опять же, записи интервью, видеоинтервью в том, что вы не можете прийти, включить диктофон, наговори. Нет, нужно прийти, подготовить, очень много вещей, и поехали. Как вы думаете, рецепт хорошего видеоинтервью? Давайте попробуем угадать. Первое. Что на первом месте? Кротинка. Кротинка. Так, что еще может быть? Что вы сказали? Звук. Ребята, на первом месте звук. Я сейчас покажу все элементы, и картинка здесь тоже есть у нас. И объясню, почему звук на первом месте. Потому что картинка на втором, а контент только на третьем, на последнем месте. Ну, это мой подход, но я вам сейчас его объясню, почему. Это Андрей Буруцкий, известный оратор, актер озвучки, снимается в рекламе. Ну, короче, известный чувак, класснейшее интервью, офигенное вообще. Какое бы офигенное интервью не было, понимаете, в отличие от телевидения, например, на ютюбе у вас нет шансов задержать зрителя, ну, насильно. И у телевидения это не сильно получается. Но ютюб вообще безжалостен. 12 секунд у вас есть, да? Как мы учили в Air Academy на курсе. У автора есть всего 12 секунд, чтобы произвести впечатление. 12 секунд. Это вам кажется, 12 секунд, в принципе, нормально. Нет, это очень мало. Это одна какая-то фраза. Две может быть. И все. И человек уходит, если ему не нравится. А если некачественный звук, он не будет слушать. Никто не хочет. Что вы там для меня подготовили такого невероятного? Сейчас у меня кровь будет идти из ушей, но я буду смотреть. Не будет он смотреть. Поэтому звук на первом месте. Картинка на втором месте, потому что, опять же, если будут трясущиеся руки, мы снимаем интервью с очень уникальным человеком. Если этот человек не Илон Маск и, не знаю, Павел Дуров, то никто это смотреть фигню не будет. То есть, не будет у вас шанса задержать зрителя на Ютюбе. Поэтому картинка в втором. Ну и, конечно же, не в последнюю очередь все-таки ваш спикер. Какие вопросы вы ему задаете? Кто ваш спикер? Как он отвечает? То есть, уже контент. Но, опять же, на Ютюбе, в отличие от печатных СМИ, на первом месте все-таки качество визуальное и аудиальное. Как вы думаете, в чем главное отличие журналистов от блогеров при подготовке интервью? Нет, просто нужно готовиться. Блогеры не готовятся. Они приходят, включают телефон, давай там рассказывай о своей жизни. Журналист должен подготовиться. И об этом я сейчас буду рассказывать. Как готовиться к интервью. Вот, собственно, дизель на первом плане. Я просто сейчас готовлюсь к нему, поэтому мне на его примере будет проще. Интервью будет завтра, я надеюсь. В первую очередь нужно погрузиться в спикера. То есть, узнать о нем побольше. Как это сделать? Я начинаю всегда с Википедии. Если это известный человек, если это человек, у которого есть статья в Википедии, если вы берете с ним интервью, то в первую очередь надо почитать ее. Мне повезло, кстати, у Грингрэя офигенная статья в Википедии, очень подробная. Только на основании этой статьи я подготовил массу вопросов для него. Только на основании просто каких-то фактов. Это, конечно же, пресса. Читать печатное интервью проще. Потом обязательно надо посмотреть видео. Просто видео смотреть дольше, и контента там, естественно, он растянут, потому что это видеоформат. Но посмотреть надо, потому что вам нужно понять, какой спикер, какой он в жизни. Может быть, он мямлет. Может, он, я не знаю, там, может, он грустный. Может быть, он в пол постоянно смотрит. Может, он такой веселый, эксцентричный, что вам даже не нужно ничего там дополнительно его шевелить. Он сам будет вам там рассказывать интересные истории. То есть, вам нужно понять, к чему вам нужно быть готовым именно в случае со съемкой видео. И, конечно же, если у героя есть канал, посмотрите обязательно его канал. Ну, в данном случае я зашел на канал Green Grey, посмотрел все клипы, и тоже на основании просто просмотренных музыкальных клипов я подготовил несколько вопросов, как мне кажется, неплохих. Соцсети. Сейчас практически у всех есть, все зарегистрированы. Идите в Facebook героя, читайте ленту, смотрите, о чем он пишет, что ему интересно, с кем он дружит и так далее. Тоже вот фотка Дизеля с Децелом, если кто-то помнит такого рэпера. Мы знаем, что он там много с ним работал, но эта фотка свежая. Я обязательно спрошу там, как там Децел живой там еще, как дела вообще у него, да. Ну, что-нибудь об этом. То есть вижу, что они общаются, до сих пор фотка 2017 года. И Google обязательно. Если вы не смотрели лекцию Юрия, Дудя, как разговаривать дерево, я вам рекомендую ее посмотреть. Он там говорит такую вещь, то есть когда вы готовитесь к интервью, зайдите в Google и вбейте имя, фамилию человека и фразу ДТП. У него там связаны с этим истории, то есть он не знал, что этот человек, с которым он берет интервью, был в ДТП смертельном. И можно было как-то по-другому, наверное, подготовиться к этому интервью. Я не вбиваю ДТП, я вбиваю просто имя человека, скандал. То есть если хочется узнать что-то такое для подготовки, может быть, для подготовки каких-то острых вопросов, можно это быстро найти в Google. Когда я готовился к интервью с Димой Дубилетом, я посмотрел его канал, он снимает там сейчас запуски аналога монобанка в Англии, он делает канал, сам его делает, сам монтирует, это видно. И он там использовал кадр из футурамы, и там был бендер просто. То есть видно, что человек смотрит или смотрел футураму, он знает, что это за робот такой, и он его там где-то вставил. Я себе зафиксировал, что Дима точно знаком с этим сериалом, но какой вопрос задать? Смотришь ты футураму, ну это неинтересно, это банально. Я пошел в Google и вбил футурама банк. И мне первая статья, это серия из футурамы, где Фрай, ну один из главных героев, у него было 93 цента на счету в банке в 99-м году. А когда он отправился в будущее, через тысячу лет, у него там накопилось уже 4 миллиарда 300 миллионов долларов с 93 центов. И я, естественно, спросил у Димы, могут ли банки существовать тысячу лет, и мы начали говорить вообще о банках будущего. Ну то есть это нас натолкнуло на целую там ширную дискуссию, часть из которой попала в интервью, и это было интересно. Если бы я не обратил внимания на эту футураму, может быть мы не говорили о банках в таком контексте. Но опять же, это массовая культура. Прикольно, когда ты показываешь, что вот эти вот все люди, там банкиры или там известные предприниматели, они смотрят мультики, играют в компьютерные игры и так далее. Это прикольно, об этом можно поговорить, если вы, конечно, сами в этом разбираетесь. С общими знакомыми обязательно пообщайтесь. Я готовлюсь к интервью с Дизелем, это вот он там справа. Пообщался с человеком, который с ним дружит несколько лет, и он натолкнул меня на пару вопросов. В первую очередь то, что Дизель футурист, ему интересно говорить о будущем, куда все движется, и музыка, и общество, и так далее, и тому подобное. И о музыкальных премиях. То есть об этом ему интересно будет говорить, он много интересного расскажет. То есть общие знакомые знают, о чем интересно рассказывают ваши будущие спикеры. Поэтому пообщайтесь, если у вас, конечно же, они есть. Оппоненты тоже могут быть. В принципе, если вы готовите какое-то расследование, я думаю, вам здесь уже все рассказали, что нужно брать мнение разных сторон, это норма журналистики, но если это просто интервью, не связанное с расследованием, можно в том числе пообщаться с оппонентами или врагами. Я редко это делаю, но может пригодиться. Разбивайте вопросы на блоке. Список вопросов от 1 до 85, это один подход. А когда у вас все структурировано по каким-то темам, вам проще в них ориентироваться. Это не значит, что на финальном понтаже у вас будет сначала там блок, там не знаю, семья, потом мы говорим еще полчаса о работе или каких-то проектов, узнаете нашего бармена, да? А потом у нас еще о чем-то. То есть на монтаже ж можно менять порядок вопросов, чтобы было динамично и интересно. Но суть в том, что вопросы разбивайте по каким-то блокам. Их может быть не три, их может быть восемь. Я потом покажу, как я готовлюсь к интервью, на примере одного из интервью свои вопросы. А сейчас хотел бы подробнее остановиться на трендах. Тренды очень важны именно на YouTube. Если вы задаете своим спикерам вопросы о том, что происходит прямо сейчас, не знаю, там, блокировка телеграм, фейсбук сливает информацию, там еще какие-то события в мире, это уже потенциально ранжировать будет ваш ролик, если вы, конечно же, это еще укажете там в названии, описании и так далее, но это отдельная тема. Ранжировать ваш ролик больше, его больше людей посмотрит. Поэтому нормально, когда именно в интервью для YouTube вы говорите о трендах. Вот у нас был интервью с Довганем, мы поговорили о Дурове, о биткоинах и о Мавроде. Потом еще так случилось, что он умер, Мавроде, и это интервью еще больше начали смотреть. Ну, короче, в общем, какие-то такие вещи, мы с ним обсудили просто хайповые, да, и это уже помогло нам это интервью продвинуть. Что важно не забывать об этом, что то, что вы сделаете великий, тяжкий труд, его еще нужно, чтобы его посмотрел кто-то. YouTube безжалостная платформа в этом плане. Вам либо нужно платить много денег через AdWords, рекламировать свой ролик, либо сделать такой контент, как мы, например, сделали интервью с Лешей Дурневым, там его за неделю 100 тысяч посмотрела без единой копейки. По вопросам, когда вы приготовили вот эту простыню вопросов, обязательно выбирайте лучшее, потому что вот у нас на прошлой неделе мы приехали на интервью с Арамом Нацакановым, оно сегодня, кстати, будет опубликовано, и он опоздал на 40 минут, и у нас оставалось еще 40 минут, и я за это время просто выбрал самые лучшие вопросы. Просто может быть, что вы придете, и спикер вам говорит, у вас 15 минут вместо часа, и вы такой, а с чего тут начать, где тут? Заранее выберите самые болтяры, то, что точно надо задать, а потом уже все остальное. Вопросы должны быть разнообразными. То есть нельзя делать какие-то однотипные вопросы, постоянно спрашивать его о прошлом, или о чем-то, о каком-то проекте одном, или о какой-то одной работе этого спикера. Разнообразие, друзья. Ну и я, опять же, мой подход, часть вопросов должна быть связана с какой-то историей, то есть провоцировать вашего, история здесь не в формате науки, а в формате, что ваши вопросы должны провоцировать вашего спикера рассказать какую-то историю, то есть чтобы был стори-тейлинг. Это то, что запоминается зрителям, это то, что остается у них потом в голове, когда они забудут все остальное интервью, они будут вспоминать, да-да-да, вот этот вот чувак рассказывал историю, как он там бухал с каким-то Васей, и потом это там переросло в погоню. Короче, вот-вот стори-тейлинг должен быть. Часть вопросов должны провоцировать человека рассказать какую-то историю из своей жизни. Часть вопросов должны провоцировать практические ответы вашего спикера, потому что зритель на ютюбе, он, опять же, он безжалостен, и он, если видит, что вода, вот он, как бы, он напишет, что вода, поставит вам дизлайк, и вообще всем порекомендует не смотреть ваш ролик. Люди хотят уйти с интервью, получив какие-то знания, хоть какие-то, ну, какие-то новую информацию, практически полезны. Поэтому часть вопросов, кто бы ни был ваш спикер, певец, бизнесмен, музыкант, ну, то есть кто угодно, он может что-то рассказать. Вот мы с Аравом снимали, например, интервью он ресторатора, и он рассказал просто, как без TripAdvisor выбирать рестораны. Винные рейтинги, то есть люди, которые занимаются производством вина в каждой стране конкретной, они точно знают, какие рестораны лучшие. Просто люди в TripAdvisor, они самые разные, а вина делают, точно знают, какие рестораны крутые. Вот он об этом рассказал. И теперь я знаю, может, мне это раз в жизни пригодится. Теперь я знаю, что если захочу какой-то классный ресторан в какой-то новой стране или городе, то я посмотрю в Винный рейтинг. Они, как правило, все очень хорошие. И часть вопросов, конечно, должны быть с юмором, с шуткой, просто переключить себя, спикера, зрителя. Должно быть развлечение какое-то. Возможно, видеоформата надо использовать. Это то, что YouTube предлагает, в отличие от других платформ, медиа, СМИ. Андрей Бруцкий, уже хорошо вам знакомый. Мы попросили его оценить бизнес-спикеров. Мы показывали ему Ника Вуйчича, мы показывали ему Тони Робинса и прочих-прочих. И он просто по каждому высказывался. То есть это проявление экспертности. Это классно, когда каждый гость ваш в чем-то эксперт. И он может поделиться этой экспертностью, но лучше ему давать какие-то кейсы. Фотографии, видеоролики, как мы здесь показывали, видео выступления Стива Джобса. И он его объяснял с позиции эксперта по ораторскому искусству. Это интересно было, потому что мы все поняли, какими фишками пользовался Стив Джобс, пользуются Тони Робинс и так далее. Это было практически полезно и в то же время развлекательно и интересно, потому что мы видели картинку. То есть это, понимаете, интервью, оно, опять же, возвращаясь к разнообразию, не должно быть. Вы просто сидите и долбите там вопросы, ответы. Надо стараться сделать интервью разнообразными, чтобы они были интересны. Побольше шоу-элементов, но без ухудшения именно качества контента. То есть найти этот баланс, чтобы было и интересно, и полезно, и весело. Ютуб, кстати, это развлекательная платформа, если что. То есть люди не приходят туда грустить, они приходят развлекаться. Поэтому интервью тоже должны быть веселыми, но не глупыми, конечно. Экспериментируйте. Один из примеров, не знаю, что надо всем это пользоваться. Мы вот, у нас был такой формат, покажи телефон. Мы там брали нашего спикера, и он показывал телефон, какими приложениями пользуются. Это бытовая история, которую, ну, все пользуются телефонами. Интересно, что там у этого чувака в телефоне. Ну, вот, как пример, там у одного нашего спикера, Дениса Примяги, владельца сырного королевства, если знаете, сеть магазинов по продаже сыров и вин. У него было приложение, такой, винный шазам. То есть наводишь камеру на вино, и он тебе показывает его рейтинг. То есть в магазине можешь просто посмотреть, это вино вообще вкусное или нет. Вот он показал, прикольно, полезно и необычно. Покажи телефон. Острые вопросы, друзья. Долго останавливаться не буду, задавать нужные острые вопросы. Нужно не бояться задавать острые вопросы своим спикерам. Нужно быть с ними на одном уровне, достойно не обижать их, не хамить, но острые вопросы необходимы. И без этого ваше интервью будет пресным. Если вообще в голову ничего не приходит, не знаете, что спросить, приходят на помощь спасительные топы. Топы, ну, топ чего-то, топ-3, топ-5, чего-то. Все мы люди, все смотрим фильмы, сериалы. Можете спросить, какой там книга, сериал, фильм ты любишь, смотришь, посоветуй. Может быть, в своей отрасли. Вот опять же, Антон Лирник, сценарист, попросили его как сценариста рассказать, какие классные, с точки зрения сценарной работы сериалы. И он назвал. Интересно, прикольно. Значит, сериалы с крутыми сценариями. Надо посмотреть, если не видели. Потом, кто лучший в чем-то? Опять же, тот же Антон Лирник называл лучших стендаперов. Потому что ему это близко, он профессионал в этом. Назови лучших стендаперов. У предпринимателя можете спросить, назови лучших предпринимателей в Украине, в мире, где угодно. И за кем следит. Опять же, у нас часто вопрос, кого смотришь на Ютубе. У нас была в связи с этим забавная история с Анатолием Анатольевичем, когда мы делали с ним интервью. Он зашел в телефон смотреть, на кого он подписан, назвал, на кого он подписан. И внезапно обнаружил, что он подписан на Анатолия Ширия. Мы поражали с этого. Он отписался от него во время интервью. И была еще такая мини-история с этим связанная. То есть не просто расскажи мне список, а как-то можно... А что ты там у него? Лучший ролик? Какой тебе понравился? Как-то так. Я сразу хочу сказать, это не просто там наклонированные листики. Это реально вопросы для одного из интервью с Владимиром Горянским. Это пять экранов в заметках в айфоне. Структурированный. Видите, там Гитлер, да, жена. О жене, к сожалению, не поговорили. Вот. Там еще что-то было у нас. График какой-то мне нужен был для вопроса. То есть я все это накопировал. И это вот такое полотно. То есть вопросов должно быть всегда больше, чем у вас потенциальность времени для интервью. Потому что если вы сидите, и у вас закончились вопросы, типа, ну, все, пойдем, да. А вы можете, человек выделил час вам. Блин, надо использовать по максимуму. Вот мы Диму до билета отвозили из студии в ресторан, так все равно он ехал. Мы записали еще какую-то часть интервью. Там звук не записался, правда, ну, такое. Да, вот, кстати, Дима до билет. Все надо понимать, что лучший вопрос у вас возникнет после интервью уже. Вот Дима до билет. Я все подготовил для него. Там я все воскресенье готовился к интервью. Куча всего. Но я одну особенность не учел, о которой потом писал он очень много людей в комментариях под этим роликом. Кого вам напоминает Диму до билет? Внешне? Да, да, внешне. А? Не птицу. Нет, не птицу. Ну, ладно, это человек. Напоминает вам никого? Слушайте, ну, всем напоминает он у Илла Смита. Я даже первый раз, когда увидел, думал, да нет. А потом второй писал, третий, десятый. У него постоянно в Фейсбуке, в Инстаграме это пишут. Его постоянно сравнивают с Уиллом Смитом. А я ничего не спросил у него про Уилла Смита. Может быть, это не было бы лучшим вопросом в интервью, но это было бы хотя бы прикольным вопросом. Так, порядок вопросов, он очень важен. Первый вопрос, да, особенно важен. Мой подход. В большинстве случаев первый вопрос, он максимально простой, веселый, с какой-то шуточкой. Вот, например, Руслан Квинта, он музыкальный продюсер, он участвовал в Натсотборе Евровидения. Меловина все знаете, да? Ну, есть, наконец-то. Грингрей не знаете, ну, нормально. Я знал, куда я иду. Меловин участвует в Евровидении, да, от Украины. И первый вопрос, который я задал Руслану, когда мы сели и начали интервью, это, если Меловин победит на Евровидении, будет ли это совместной победой Меловина и Мэрилина Мэнсона? Ну, он просто внешне похож, да? Ну, и Руслан как-то расслабился, засмеялся. Мы еще это обсудили, там, внешние сходства, еще там что-то. И завязалась беседа. То есть, если бы я спрашивал его самый отвратительный вопрос журналиста, это с чего вы начинали и как вам пришла в голову эта идея. Некоторым людям интересно об этом говорить, потому что им проще рассказать о себе, им легче говорить о себе. То есть, самое простое, что может каждый человек рассказать, это о себе что-то. Свою какую-то историю, там, действительно, с чего я начинал. Но это потом надо вырезать. Вы запустили человека, но вопрос, с чего вы начинали, нельзя его оставлять. Поэтому первый вопрос должен быть какой-то, ну, кое-что, запустить этот процесс общения. Особенно, если спикер сложный. Разные бывают у нас спикеры. Иногда с первого вопроса не получается. Вот, например, честно признаюсь, Владимир Горянский довольно сложный спикер. Я там его раскручивал где-то полчаса, пока он не перестал ерзать, там, что-то еще делать. Ну, вот такой человек просто. Хотя, конечно, актер и сумасшедший, крутой. И интервью, я надеюсь, в итоге получилось тоже крутым. Прошлое, настоящее и будущее. Вот, о чем тоже важно упомянуть, что не все любят говорить о прошлом. Я здесь для себя оставил напоминание с фотографией Максима Бахматова. Максим Бахматов – это человек, который руководил Comedy Club в Украине, в нулевых. Сейчас он занимается, возглавляет Unit City. Это недалеко от вас. Вот там. Это главный чувак там. Мы с ним делали интервью очень классное. И, конечно же, там было очень много вопросов о Comedy Club. Там много вскрылось какой-то информации. Но для Максима это прошлое. Ему неинтересно об этом. И он потом мне попросил, типа, про Ром, но давай там оставим больше про Unit City. Потому что ему это близко. Не то, что там была какая-то информация, которую нельзя публиковать. Нет, он все говорил вообще без проблем. Ну, просто ему неинтересно о прошлом говорить. Для него это прошлое уже. И в итоге, конечно, ему все понравилось, потому что мы все равно оставили много о Comedy Club, потому что зрителю это интересно. Надо понимать, что то, что интересно или неинтересно спикеру, может быть наоборот интересно или неинтересно вашему зрителю. Зрителю, конечно, интересно узнать, что Comedy Club до сих пор полмиллиона долларов торчит Максиму Бахматову. Ну, это прикольный факт. Тут надо уточнять, что ближе человеку. Это можно понять по его другим интервью, о чем ему интересно говорить. А Дизель, например, он когда услышал, что мы хотим о Евровидении говорить, он говорит, неинтересно, давайте о 25-летии группы. Ну, то есть, а вот наши истории там. Хорошо. То есть, у нас будет часть вопросов про 25-летие, а потом Евровидение. Из этого надо начинать. У вас не задача, чтобы человек там сидел и прям не знал, куда деться. У вас задача ввести его в комфортное состояние, а потом острых вопросов ему. Чтобы он уже там никуда не убежал. Вопросы должны быть любые, кроме скучных. Антон Лирник, это вот такие люди, знаете, это как пример, просто, опять же, напоминалка для меня об истории. То есть, большинство известных людей устали давать интервью, отвечая на тупичные, да, тупые, типичные вопросы. Дуэт имени Чехова. Какой вопрос задал бы стандартный журналист, как вам кажется? Почему такое название? Почему дуэт имени Чехова? Или там, как вы пишете шутки? Это ассоциации первого уровня, их сразу выкидываем. Это скучно. Это задают все... А? Какие планы на будущее в конце? И посоветуйте что-то нашим зрителям. Это очень интересные вопросы. И их нужно обязательно выкидывать. Он уже дал миллион интервью. Куда они на концерты приезжали, все региональные СМИ задавали ему эти вопросы. Они там начали уже сочинять просто ответы на эти вопросы. Уже в каждом интервью была разная история названия и прочее, прочее, прочее. Они соскучились, на самом деле, по умным вопросам, эти люди известные. Потому что они... 99 их интервью, с чего вы начинали и планы на будущее. Так, острые вопросы. Ну, это как бы вытекает из того, что я уже говорил, позже немножко. Позже, ну, это в зависимости от сколько у вас есть времени. Просто там вторая, третья интервью, вот там уже начинаете. Вначале поговорите о том, что приятно. Как вести себя на интервью? Это тоже важно. Очень многие начинают заискивать. Они думают, что если они берут интервью у какого-то там человека, который, по их мнению, многого добился в жизни, и может быть, это действительно так. Не нужно при этом улыбаться. Ведите себя, естественно, как будто это ваш друг, но достойно. Да, то есть не нужно хамить, не нужно человеку как-то там заискивать. Просто говорите так, как он. И он это почувствует. То есть у журналистов должна исходить сила, но не доминирующая. Вам не нужно... Вот есть некоторые профессиональные журналисты, которые начинают в интервью доминировать. Они начинают рассказывать свои истории, из жизни, как-то там... Они просто думают, что их опыт кому-то интересен. То есть если ты не топовый журналист, как, например, Юрий Дудь, он может рассказать свою историю там в кафе, там что-то у него там было слепаку рассказывал. Это нормально. То есть он воспринимается как селебрити, и он, соответственно, имеет на это право. Большинство журналистов, мы с вами, ребята, не селебрити, а значит нам нельзя доминировать и рассказывать больше о себе. Я поэтому часто не в кадре. То есть у нас центр на спикере, так это не то, что там скромность или наоборот желание выделиться. Так и должно быть. Зрителю интересно слушать о спикере. Ему нафиг журналист не нужен. Журналист это просто... Ну, конечно, они не знают, что все это делается благодаря журналисту, да? Но, тем не менее, друзья, фокус на спикере. Конечно, странно слышать от человека с неидеальной дикцией и комплекцией, но, тем не менее, нельзя мямлить. То есть научитесь говорить четко, уверенно, чтобы все вот просто не было там, как вот меня сейчас. Я не могу вспомнить, что я хочу сказать. запишите, да? То есть вопросы должны быть заданы четко, ясно, громко и так далее. Общайтесь. Интервью это, знаете, худший вариант интервью. Вы записали 10 вопросов и, независимо от того, как отвечает спикер на эти 10 вопросов, вы потом задаете после первого, второй, после второго, третий. Нет, должны быть догоночные вопросы, раскручивайте. Если вам кажется, что из этого можно что-то вытянуть, задавайте больше. То есть общайтесь, не делайте еще раз вот этот вот обмен вопросов и ответов формальный. Так можно, знаете, попросить его скинуть вам, не знаю, там в вайбер ответы. Ну и, конечно же, слушайте, потому что очень часто не слушают и, соответственно, не могут развить эту историю. Нужно прямо вот слушаться, чтобы услышать. Знаете, иногда человек может оговориться или сказать больше, чем хотел бы, а ты можешь копнуть дальше. Но это уже искусство журналистики, у нас нет времени на то, чтобы детально здесь погружаться, поэтому просто умейте слушать. Это самое важное, самое важное качество любого журналиста. Ну что, все? Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ